Итак, народ, всех приветствую на канале Занимательное Музло. Сегодня обсудим студийные полноформатные релизы техников прогрессив дэд метал группы Obscure. Такое сочетание мощи, мелодии и техники, которые нам предлагают эти немцы, просто невозможно оставить без внимания. Поэтому давайте начнем видео. Звучит музыка И я бы не сказал, что Retribution это такой уж сильно прогрессивный дэд метал. Да, здесь много ритмических смен, достаточно интересные и запоминающиеся гитарные рифы. Однако в классическом Brutal Dette это и так норма, если это, конечно, не Benediction. По поводу вокала, основная часть прокрикивается чем-то напоминающим скрим. Гроул тоже присутствует, но встречается нечасто и записан в основном дубль вокалом. Общая атмосфера отдает мрачностью и создается вязкими гитарными мелодиями, звучащими на фоне яростных и скоростных выдалбливаний. В целом альбом не напрягает однообразием. Так, например, после трех среднетемповых боевиков идет довольно мелодичная Non Shall Be Spad. А за ней следует песня Илон, которая своими заглавными гитарными пассажами отправляет к позднему творчеству Чака Шульдинера. Следующая химта он актерного визитор вообще прерывается на середине для проигрыша на виолончели. Возможно, я придираюсь, но песни звучат целостно только на 50%. Я считаю, что без многих музыкальных отступлений вполне можно было бы обойтись. В целом же работа сильная и неплохо сочетает в себе как калифорнийскую, так и филадельфийскую школу дэдметалла. Космогенесис 2009 года вырывается с кучерявой открывашки The Anti-Cosmos Overlord. И сразу становится понятно, в каком направлении решила развиваться группа. Это действительно прогрессив дэдметал, не лишенный приятных мелодий. Конечно, из-за увеличения мелодичности подпросила плотность, однако это сделало материал более интересным. Вокал теперь сместился в сторону гроула и только изредка переходит на скрим. А ритм секции на альбоме – это действительно что-то потрясающее, особенно бас. Он является чуть ли не лидирующим инструментом. Гитарный ритм партий тоже хороши, они как будто находятся в постоянном набирании какого-то музыкального кода. А в соло партиях ощущается гитарная мысль – песни больше не отдают бессвязностью кусков и зазвучали целостно. Понравилось распределение динамики на альбоме в целом. Пластинка действительно очень и очень стоящая. И 7-секундные вырезки из песен не раскроют всю палитру этой работы. Поэтому настоятельно рекомендую альбом к самостоятельному прослушиванию. Амнимиум 2011 года более чем хорош. И он мелодичнее предыдущего альбома. И мне показалось, что в целом на пластинке подросла скорость. Хотя о таком сложно судить, когда динамика меняется по несколько раз за трек. Есть здесь теперь даже вставка чистого вокала. Что лично меня не очень радует, но это конечно же субъективная вкусовщина. Вся инструментальная часть отлично структурирована. И из-за большей органичности песни стали казаться линейнее. Но подчеркиваю, именно казаться. Лично мне не хватило на альбоме плотности. Если бы звук был пожирнее, то наверное пластинка зазвучала поувереннее. Даже брутальный Ocean Gateways звучит жидковато. Однако слушая альбом, не возникает желания проматывать или пропускать песни. Ну, кроме места с чистым вокалом. Работа получилась залипательная. Чего кстати добиться в прогрессиве, на мой взгляд, достаточно сложно. А еще на вступительной теме открывашки так и хотелось пропеть слова из песни про дурачка Летова. В любом случае, я думаю, что такая пластинка удовлетворит музыкальный голод любителей кучерявых пассажей. И кстати, вполне может зайти не только Детстером. А Кройси с 2016 года уже позиционирует себя как Technical Dead. И действительно, каких-то взрывающих мозг ходов на пластинке нет. Все четенько, мелодичненько и красивенько. Еще слышно, что слава Шульденера кому-то прям покоя не дает. Потому что на альбоме я услышал как минимум три откровенных отсылки к музыке группы Dead. Есть момент, который касается записи и сведения музыки. Я наблюдаю такую тенденцию. Чем позже выходит альбом, тем более сухим звуком он обладает. Да, это увеличивает читаемость музыки. И для таких стилей, как Technical или Progressive, это безусловно только плюс. Когда слушатель может оценить все мастерство техники или изощренную музыкальную мысль. Однако мне больше нравится олдовое звучание. Я считаю его более атмосферным. Я понимаю, что раньше наваливали эффектов просто для того, чтобы скрыть неидеальные записи. Но если вычистить все нюансы, то на выходе готовьтесь получить совершенно пластмассовый звук. Который может оказаться еще неестественнее, чем запись электронных инструментов. Мне кажется, что Акроэйсис это как раз тот самый пример чрезмерного вылизывания звука. Но это опять же вкусовщина. Что касается музыкального материала, представленного на альбоме, то здесь все великолепно. И если такой современный звук вас устраивает, то удовольствие от прослушивания пластинки обеспечено. И самая свежая работа 2018 года – Delivium. По сути, она продолжает музыкальную тему двух предыдущих альбомов. Мощно, плотно и в меру мелодично. Каждый трек до мелочей продуман и проработан. Красивые и брутальные музыкальные элементы находятся в неразрывной связке, которые могли бы позавидовать любые пауэр- или хэви-металисты. Delivium не оставляет шанса остаться к нему равнодушным. Abscure – это действительно очень и очень сильная формация с отличным материалом. Прекрасно сочетающая тяжесть, мелодию и технику. И если честно, я даже не могу представить, куда еще больше можно развить экстремальный музыкальный стиль. Остается только балансировать между тремя этими показателями, смещая вектор либо к неистовой брутальности, либо к мелодичным пассажам, либо к виртуозному исполнению. Если вас не пугает экстремальный вокал, и вы находитесь в поиске действительно чего-то интересного, то пропустить такую группу как Abscure будет преступлением. На этом, пожалуй, все. Увидимся на стриме в пятницу. И спасибо всем, кто смотрит мои видео, ставит лайки, пишет комментарии и, конечно же, подписывается на канал. А с вами был D-Price. Пока!